здоров народ есть небольшая темка для упоротых россиян из цикла но они подкинули а тут кое-какие события произошли но можно немного немножечко там сильно доллара это рассусоливать не буду в общем нашел этого проверить где их там клинит в очередной раз и что там было в общем они переживают но одна там особо такая прям ярко выражена она переживает за церковь те события которые там же происходит в украине по поводу церкви там эти все того там кого-то российского патриархата но я в этих делах не шарю я вот что хотел сказать вот то есть вот это вот глобальная проблема а вот посадочек 360 идет на голове камера 360 на велосипеде это это гопро макс так вот ее ну ее волнует проблема с церковью в украине то есть у него своих проблем нету в стране их как бы решать не надо нужно решать проблему церкви в украине там чего как туда-сюда но не это самое главное вчера подняли плат фирляндии в блоке нато и границы россии с блоком нато увеличились на 1340 километров то есть вот это не волнует ведь план был не допустить преступления украины в нато да я правда не знаю границы с россией украинские сколько там украинские сколько там протяженность не знаю но вот это вот протяженность их как бы не волнует но сидишь и думаешь но адекватные неадекватные то есть а я вот не помню кто сказал то ли премьера по моему премьер сказал или министр обороны финляндии не буду врать кто не помню но он сказал на то что финляндия вступила в нато пусть посмотрит или благодаря кому или из-за кого он как-то так как-то там я формулировку точно не помню он сказал пусть владимир владимирович путин посмотрит зеркало ну вот вот достижение это подозреваемого президента в преступлении россии наверно ни один президент для россии не сделал столько много в отрицательном статусе или положение или как правильно сказать в отрицательном направлении либо отрицательный или получил такой результат отрицательный результат как всеми но уважаемый владимир владимирович путин вот это вот достижение были но этих людей не волнует это ты подумаешь каких-то 1300 1340 километров это блин доплевать были без 440 километров вот проблемы церковью в украине вот это это серьезно а какой-то там какая-то финляндия у которой 700 или 700 или 770 тут я не помню 700 по моему артиллерийских систем ну наверно пушек я не знаю как правильно сказать вот но и а считают что у них в два раза больше чем по моему франции и германии вместе взятых вот этих орудий да ну не назовем их система орудий вот по моему так там такая информация прозвучала ну это же естественно новостей если это правда ложь я не знаю так это прозвучало охренеть вот вот в этом заключается адекватность упоротых россиян приоритет у них какой-то вот что будем решать а чё может подождать ну вот будем решать проблемы церкви в украине но проблемы границы теперь уже с боком назад так было нейтральная страна ну относительно просто совсем да но мне вот интересно даже если когда теперь они но это как-то дарно же не влияет когда меняется статус страны военном положении если это как-то отражается но нет нет получается что нет потому что все другие страны которые в блоке нато так ну летают россияне визы все это делается но для других стран не только для россиян ну тут просто будет отношение теперь если это агрессор как к этому посмотрят так что вот такая вот новость на сегодняшний день для упоротых россиян у меня в башке не укладывается блин и вот тут уже не то что шок тут уже вообще блин не знаю мысли не слов никто мысли нету нет у людей такие приоритеты там то что там вот мы а раньше об этом там обсуждали какие-то вещи да там ради чего для чего зачем какая мотивация туда-сюда ну а это же вот это уже факт вот налицо вот он есть уже все не отменить уже было озвучено почему и из-за чего или из-за кого эта сторона вступила в нато да и хрена там годами будут туда-сюда но сейчас еще турция там ну с этим с венгрией там раздупляться по поводу швеции все было 32 не расширение блока надо на восток охренеть блин охренеть но это еще не все но это понятно это было самое главное а так как те уже те новости они периодически появляются но вчера нам американцы свалили очередной или подтвердили или согласовали очередной пакет помощи украине видя там какого-то очередной партии вооружения но не только там много всего там есть и перечень это вот результат деятельности владимира владимировича кухой блин а закашлялся да ребята позитивные новости что там будет ну с наступлением будет оно там не будет такое все там для этого сидят люди которые этим занимаются и там пусть решают это как по принципу ожидание смерти хуже самой смерти давно это как или так если сутрировать идешь когда к этому к зубному и знаешь что там будут делать там будет болеть или не будет болеть или буду смотреть будут ковыряться на будет трогать будет больно да но и вот это вот ожидание зубного сидишь пять минут и все но вот этот вот ожидание так вот сейчас и упоротых россиян все говорят о каком-то контраст на наступлении украины будет она не будет но эта тема раздувается может там рекламирует тому что как то есть на слуху она все там погода земля накопление оружия там где-то какие-то силы туда-сюда ну вот они сидят и ждут и думают будет или не будет и вот каждый каждый день с этой мысли до упоротые как вам пицца с этой мыслью или живется с этой мысли но вот ну вот 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 такое следующее как бы новость такая в общем весело я вчера конечно посмеялся больше не открывал не знаю там но там что-то накидали еще наверно они последнее время картинки там никакой же аргументированности нет никаких то там ссылок на это все картинки зают и выдают это за какой-то аргумент непонятный или понятны только им аргументировать там тяжело это я даже не реагирую на картинки а когда я посылаю ссылки чтобы и потому что блокирует так я еще делаю скриншот фотографии до пропускают на ней ссылка но если будет интересно ручками забьют ручками вот ну и перейдут по ссылке если будет интересно но если я на не заблокирована потом там где-то уже кем там роскомнадзором или кем она там их блокирует там надо будет потом через или через вопиены так что вот на сегодняшний момент такая актуальная ситуация именно для упорных россиян повеселили они меня вчера своими достижениями результатами шикарно просто шикарно выше выше всяких похвал я вот сижу сейчас смакую это еду на заказ смакую от удовольствия ну а тогда мы сейчас это но это уже не для упора дохода для нормальных вот мы выезжаем мы не выйдем мы едем в праге вот торговый центр мы в него едем сейчас там попробуем кое-чего отремонтировать ну а это офисная офисный район фирма а и кроссовка была по левой стороне но мы проехали раньше что-то я не увидел может там ехал уже 24 не заметил не смотрел так что вот такие вот такие делы позитивно веселые мне понравилась там фраза у кого-то но я ее поставил на заглавие ролика мы хотели полететь на марс на пути оказался бахмут 10 месяцев ну там все не какое-то продвижение было там что-то какой-то завод или промышленный центр там захватили туда-сюда мне вопрос а зачем город разрушен и вот они за него бьются чтобы что чтобы выйти как этот так ладно бахмут вчера опубликовала япония я не знаю почему япония ну возможно ей то возможно и нет спутниковые снимки как в крыму и сколько в крыму в частности там так мак так тут вообще блин этот не так мак так мак так мак как так мак перекопом окопами вокруг блин ну и весь там крым где все это это то есть та страна которая или те упоротые россияне которые хотели кого-то освободить в украине теперь копают у себя окопы блин а это как вот с планом трехдневной войны блин сочетается вы пошли там кого-то освобождать а теперь копаете окопы чтобы что чтобы у вас не забрали тех кого вы освободили или я не могу понять окопы зачем копают в белоград вон там здание мешками с песком обложены блин вы там прячете освобожденных или чё блин охренеть ну это вот тут очередная черешня на торте очередная черешня на торте ну вот такие вы ребята упоротые россияне и как как с вами бороться или как не ну это уже все это уже клиника это пациенты и палаты номер 6 потому что сначала ирония да ну ирония это когда можно плакать эй сори ирония ирония это когда смея можно смеяться там всякие ситуации и смешные вплоть до того что смешные а потом начинается трагедия вот ну хотя бы иронию можно еще как бы назвать комедией потому что после трагедии возникает уже траги комедия а это уже конечная все это уже пациент который не пролежит блин лечению или перевоспитанию так вот это вот для упоротых это наверно после траги комедии ну там уже все там уже финиш у нас вертолете куда-то полетел так что вот такие вот дела как говорит один Владимир а Игорь Владимирович на одном из каналов вот как-то так вот как-то так мне интересно у них когда теперь ну я же я приеду еще не руки дойдут я это задам им вопрос а как теперь вот с этим с границами ну это же произошло вчера да все уже официально все флаг подняли я им это хочу задать наш этот вопрос чё они там будут чё они будут придумывать не ну чё то придумают чё то скажут какой будет аргумент я потом поделюсь если что то будет ну и если там будут еще какие то темы они будут там просто этот давайте не исчерпаемый колодец информации абсурдной пилори нам поставляют эти упороты так вот посмеемся потом вместе какой у них будет аргумент по этому поводу чего не придумали учета придумают они же по тему так не оставят не будут выкручиваться за ладно все заканчиваю потому что я сегодня так настроение мне подняли сегодня и рано встал и на работу поехал уже один заказ сделал но это я расскажу в сервисном этом в сервисном отделении сервис в сервисном марафон в сервисном марафоне роликов там эту информацию поделимся что делал как делал кому делал так тут бывает вчера стояли за него дарла машине этого было Ай, дождик красивый сегодня, Соломашка у него светит, уже всё начинает отцветать. Начинает отцветать. Холодно у нас ещё, сегодня ещё ночью, последняя ночь будет минус, потом уже будет потепление, уже и ночью будет, ну там немножко, потому что и днём 4-7, всё, как бы холодная весна. Вот, и это, после праздника, сейчас будет Пасха, после праздника оно опять упадёт, сейчас выскочит тут на выходные там 11-12-12, а потом это, потом опять упадёт, но не будет опускаться, ночью уже не будет опускаться в минус. Я сегодня нормально включал это, блин, предварительное отопление. Кошмар. Пасха, Вос DAB, Мы уже точнее не приехали, ну я туда сейчас заеду Аж туда уже в парковку заеду, чтобы было понятно Когда мы приехали, потом поедем Поедем, ну не поедем, а пойдем работать Я тут тебя нашел такое место, я там заезжаю, паркуюсь И сразу я уже в том отделении, в котором я должен быть Случайно я это нашел и теперь этим пользуюсь Так, наши автомобили не являются тихими Ну это мы знаем, ну спасибо, что благодаря, это предупреждает Или отмазываетесь, чтобы потом не было претензий, чтобы не предупреждали Ах, ну и такое бывает Так, и вот мы уже приехали, да? Все, тут есть там, ага, да Там мы сейчас запаркуемся тогда вот Вот так вот Ах, ну и так так мы дома все ребята пошел я это попробую часто там отремонтировать посмотрим что из этого получится ну а это уже будет в серии про сервис